Всем привет, друзья! С вами Ниль Фгорн, это игра Trail Makers Альфа-демо, ребят, не забывайте, это альфа, это всего лишь вот прям вот вот прям вот Можно сказать только вот начало, так скажем, проект, где я ее достал, как ее скачать и тому подобное На этом я сейчас акцентирую внимание в самом начале Ребята, сначала я попросил ее у разработчиков, они очень долго времени отвечали Потом я как-то зацикнул, сказал об этой игре на стриме и мне задонатили на эту игру Я ее приобрел, ранний доступ, точнее не ранний доступ, а предзаказ сделал И все равно доступа не было, а потом мне ответили на мое письмо и дали мне доступ к вот альфа-демо-версии С тем, что я вас познакомлю с этой игрой Пишите разработчикам игры, ссылочка в описании Главное, не забудьте на сайт, официальный сайт игры, сделать ссылочку в описании И все будет отлично, возможно, вам могут дать Там же можно записаться на альфа-тестирование, когда будет проходить такие Также, ребят, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк этому видео, если вам понравилось И нажимайте на колокольчик, когда подписываетесь, тогда вам будут приходить уведомления о новых видео И давайте к самому видео перейдем Вся проблема в том, что я забываю часто говорить Ребят, я не профессионал в архитектурной инженерии, автомобилестроении, самолетостроении или еще что-нибудь Я знаю вещи, но только в теории Я никогда не строил, не играл в какие-то супер-пупер навороченные симуляторы, чтобы говорить, что это так работает или что-то Мои видео это не гайд, это не, как бы это объяснить Это не с того, с чего нужно начинать и лепить, вот как бы, как Какая-то инструкция Нет, ребят, я играю так, как могу, так, как знаю и так, как получается Не всегда хорошо, не всегда идеально Часто бывает это глупости совершенно какие-то делаю Но все-таки, как могу, так и играю, ребят Поэтому об этом не забывайте, когда пишете свои комментарии И очень много комментариев по поводу спойлера и в моем варианте как крыло В данном случае анти-крыло, его часто называют или крыло Я знаю, ребят, как работает спойлер и почему я сказал про крыло Посмотрите Вот, посмотрите на этот, ну, как бы спойлер Он, он ровный, то есть видите, он вот, ну Он, ну, ровный он, он ровный Хотя, вот сейчас есть... Нет, он ровный, ребятки То есть, и поэтому я подумал, что он, как бы, не несет той функции Но, хотя нет, вот если сейчас вот присмотреться Есть очень такой, очень маленький градус, посмотрите Нет, все-таки есть маленький градус Здесь уже моя невнимательность Кстати, прикольно сделано, потому что даже гаечки видны Это уже моя невнимательность И вот видно Спойлер, да, конечно же, я знаю, что он прижимает наш транспорт к земле То есть, на болидах там всяких, Формул 1 на это стоят Очень заметно И вот здесь вот я, собственно, изобразил И вначале мы как раз-таки протестим два варианта Это вот такой вариант и вариант, как антикрыло Перевернутый, перевернутый, перевернутый вот и спойлер То есть, в данный момент, когда мы будем ехать Как бы встречный поток будет прижимать наш транспорт к земле Тем самым увеличивается трение, стабильность Ну и повышенная скорость, в принципе, в теории, да? Кстати, смотрите, забавный момент Забавно, не знаю для чего это сделано Но может быть из воды вылазить То есть если мы прыгаем и нажимаем пробел И держим пробел, то мы некоторое время Можем передвигаться вот таким образом Не знаю зачем, но может быть Запрыгивать на какие-то препятствия можно Или вылезать откуда-то Так что давайте попробуем Я построил транспорт здесь Как видите, я начал заново Собрал все блоки, которые Получил до этого И давайте тестить Устройство в принципе простое, здесь ничего такого нету Навороченного, единственное что Передняя подвеска, я ее как бы усилил То есть здесь видите стоят Четыре подвески Четыре поворотных колеса Чтобы как раз таки поворачивать Стабильно То есть вот как-то так Давайте попробуем протестить Я конечно уже протестил И вот часто Забываю говорить, что как раз таки Когда я создаю какую-то машинку прям при вас Я же первый раз Вот то есть первый раз Эту игру показываю вам И сам же первый раз в ней играю И здесь я наверное делаю ошибку Может быть мне нужно было за кадром все протестить А потом показать Насколько я супер-пупер профессионал И типа все знаю Нет, ребят Я понимаю игру только после того Когда проведу несколько тестов Что же сейчас мы имеем Вот с этими спойлерами Да, которые стоят Стабильность Вот смотрите Я пру на максималку Меня не за... Ну вот здесь понятно Дело, что прыжок Был прыжок И небольшой И крыльцо ударилось И оторвалось просто То есть Ну вы прекрасно видите Что я практически на На максималке Пру И это не мешает транспорту Чувствует стабильность Да, то есть Притом Прям вот вообще На все сто процентов Я бы сказал Давайте вот Ну то, что заносит Извините уж Большие скорости Давайте вот отсюда Попробуем Ну-ка Пошел Прям Прям Просто на максимальной скорости Прям 150 Вот я пытаюсь Затормозить резко Так И По поводу Прыжков Полетом Я понимаю По вашим советам Понимаю Почему мое То предыдущее устройство Довольно-таки маленькое Переворачивало постоянно Потому что крыло сзади было И оно короткое И это я прекрасно понимаю Просто мне Не хотелось в серии Как бы делать Какие-то вот Ну Как бы это сказать Ну какие-то варианты Да, растягивать серию Из-за этого То есть я пользовался Тем устройством Которое у меня получилось Поэтому я как бы Не парился по этому поводу Но вас это Очень сильно задело Поэтому давайте Ну вот я вам покажу Устройство Которое я сделал Как бы За кадром Как по правильному Да, то есть видите У него идеальный баланс Все он спокойно приземляется Ну Имеется ввиду Перелетает приземление Здесь я честно говоря Пока что еще Вот в этом не разобрался Потому что стабильность приземления Оно здесь такое Ну Очень Спорное что ли Ой, сейчас разобьюсь То есть я При каждом прыжке Приземляюсь Но это нормально Может быть конечно Двигатели Чуть назад переместись Реактивно И тогда Передок будет более Выдерживать Ну Какие-то удары Да, то есть Возможно так 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 Вот здесь я хотел Еще несколько прыжков сделать Да, вот здесь вот Проверяем Ну Самое главное Перелетел Но в тот раз Я получше перелетел Честно говоря На мой взгляд Что-то О, у меня двигатель Отвалился Может быть На самом деле Двигатели Реактивные двигатели Чуть-чуть назад Переместить Хотя Наверное Тогда будет Жопа заваливаться Вперед То есть Как бы Возможно и так Так Где у нас здесь прыжок Ну-ка Вон он Вижу Так Ну-ка Погнали Ой Ну нормально Нормально То есть Видите Все Отличненько Переехали На то место Где мы были И теперь Давайте Я вот сделаю Возьму Возьму Такой же Аппарат Но С кое-какими Переделками Вот так вот То есть Видите Это крыло Получается Антикрыло Что ли Да Может быть Я неправильно Выражаюсь Ребят Тут поправите Меня в комментариях Но Сейчас В данный момент Оно должно Работать так Что Ну по логике Вещей Я не профессионал Еще раз повторяю Так как я думаю Оно должно работать Что у нас сейчас Транспорт должен Приподниматься Наоборот Да То есть Над дорогой То есть Он как бы Воздушный поток Он идет По дну Да То есть На дно То есть По днищам Да Как бы Проходит И приподнимает Наше устройство Как бы Немножечко Тем самым Вот этот прыжок Да Полет Он должен Увеличиваться В размерах Вот по сути Да То есть Я так понимаю Но Вот смотрите Если мы просто гоняем Я честно говоря Вот Просто вот набираем На максимальной скорости Поперли Да Я честно говоря Не вижу разницы Тоже стабильное Тоже стабильно Прям Видите То есть И есть ли здесь Разница в том Что перевернутый Спойлер Или нет Вот не знаю На самом деле Все эти тесты Я хотел оставить После того Ну На самый конец Когда я прошел бы Всю эту карту И потом бы Я всячески Вот тесты Разных блоков проводил Но Так как Вы очень категорично И очень критично Отнеслись К моему Предыдущему Видео То в этом Видео Я провожу Тесты Давайте еще Скорость Валим 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 Ну видите То есть Машина Не приподнимается То есть По крайней мере Я не сказал бы Чтобы Мне как-то Сложнее Стало управлять Я бы сказал Даже В некоторых Моментах Полегче Теперь Проверим На прыжки То есть Прыжки Должны быть Затяжнее Вот По логике Да То есть Как минимум Прыжки Должны быть Намного Затяжнее Вот здесь Видели Я как Приземлился Намного Мягче Да То есть Намного Мягче Приземлился Потому что В тот раз Я Здесь Оторвал себе Переднюю часть Шасси Давайте Здесь проверим Ну Фу Вы видите Что творится Да Я конечно Ну ударяюсь Блоками Но Ребят Вот Очень На таком На очень Очень Легком Уровне Чувствуется Но чувствуется Вот это вот Парение Что ли Да То есть Оно намного Приятнее стало Честно говоря Транспорт Я не менял Я только Перевернул Крылья И все То есть Все остальное Здесь также Расположение двигателей Расположение турбин Реактивных И тому подобное А вот здесь Вот Вот здесь Вот В принципе Вот По крайней мере По этому прыжку Точно Так же прыгнул Непонятно Вот Честно Непонятно Типа Как Как и где лучше И какой Есть ли смысл Переворачивать Ну Пишите свои варианты Может быть Кто-то играл Уже в эту игру По комментариям Я Смотрю Очень много Играло людей В эту игру Уже Потому что Уже знаю Такие точные Механики Как в этой игре Работает все Я допустим Постоянно Сомневаюсь Во всем Правильно Либо блок Работать или нет Ну ладно Погнали дальше Наверное У нас еще есть Немножечко Время На выделенную Сегодня серию Я наверное Просто правильно Приземлялся Да Вот сейчас Видите Перевернулся Скорее всего Ну Вот Честно скажу Я не заметил Не заметил Какой-то большой Существенной Вот такой Так скажем Разницы В том что Спойлер Перевернутый Или нет И Не знаю Работает ли Оно здесь Ооо Ну Ну, здесь я так приземлился, что даже взорвался. Ну что ж, попробуем, давайте, перепрыгнуть вот этот канал. Он очень длинный, кстати. Очень длинный. Здесь, поэтому, максимальная скорость. Просто максимальная. Я не перепрыгнул, ребят. Я не перепрыгнул. Ну, я могу предположить, из-за чего это. Вес. Транспорт намного больше весит. Конечно же, намного больше весит. И может быть еще то, что двигатели. То есть можно убрать, допустим, хотя бы... Хотя, что я уберу? У нас этот двигатель 30 стоит. То есть один двигатель убрать 15. То есть надо будет два убирать двигателя. Ну, такое, короче. Может быть колеса убрать, вот передние. Ну, одни передние колеса убрать. Так, давайте-ка, знаете, еще что попробуем. Так, ну, давай, исчезай. Оп, отлично. Засосало. Так, и... Вот это. Так. С таким спойлером, да? Здесь такое чувство, что скорость быстрее набирается. Вот с таким спойлером. По крайней мере, 150 я, по-моему, замерял. 150 была скорость. А на этом я до конца доехал 140 с чем-то была. Сейчас проверим. Ну, нет, тоже 140. Ну, дальше. Дальше пролетел. Реально дальше. Так. Ну, чувствуется, что у нас какие-то траблы с весом. Что-то не так с весом, короче. Так. Здесь что мы можем сделать? Мы можем... Мы можем, во-первых, убрать вот эти два двигателя, да? И поставить здесь одну реактивную турбину, допустим. Давайте попробуем. Так. Хоть я уже и перепрыгивал, но теперь мы как бы поправильно, может, делаем, да? Со спойлерами. Но с другой стороны... С другой стороны. Я знаю, как это все очень просто сделать. Мы просто убираем все спойлеры и все в порядке. Вот сейчас, если я не перепрыгну, то попробуем без спойлеров, ребят. Спойлеры... Вообще же они... Как раз таки... Стоп. Вот сейчас как раз таки нужно было убрать эти спойлеры, потому что они же меня тянут вниз. По логике вещей. Но у меня, по крайней мере, было такое ощущение, что вот с такими спойлерами, которые, ну, правильно, типа, стоят, я пролетел дальше. Давайте еще раз попробуем. Я даже, знаете... Я даже проверю сейчас по-другому немножечко. Нет, тут вообще какая-то дичь. Дичь получилась. И сейчас мы убираем спойлеры. Полностью, вообще полностью убираем спойлеры. Так, ну-ка. И проверяем, как с ними. Точнее, без них. Да, стабильности они добавляют. И... Ну, это, по крайней мере, чувствуется, да? То есть... Но... Работает ли функционал этих спойлеров на все 100%? Вот здесь я немножко сомневаюсь. По-моему, вот такое расположение двигателя реактивного у меня как раз таки и понесло немножко. Транспорт. Потому что вес спереди, вес же... А, точно, может быть... Может быть, тогда мы давайте вот здесь вот уберем. А вот здесь вот добавим. То есть у нас получится... Почти ровная балансировка. Если центр... Центр это кабина, То почти-почти ровная балансировка. Ох, ускорение, конечно, чувствуется, да, ребят? 140, 160, 170, 180... Ну... Я типа перелетел, конечно, но... Но меня перевернуло. Еще раз попытка. Не знаю почему. Опять же... Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так... Так, сейчас бы... Сейчас бы... Сейчас бы... Вот понять. То есть меня же перевернули... Ну, ладно, давайте. Сейчас прям я сразу же начну давить... О-о-о-о-о-о... Сейчас я сразу же начну давить выпрямление крена транспорта в воздухе. Попробуем сейчас. ох ты шью колуманы но и скорость ребятки вот я я сразу же пытался пытался сразу же давить как бы крен но не получается давайте еще одну попытку мы сейчас без без тапки так скажем да то есть попытаемся перелететь без постоянного давления так скажем на тапку ну да вот сейчас вот в принципе получилось и в принципе получилось так же как и в предыдущий раз вот на том же транспорте я сделал может быть это как раз таки и повлияло что ли как-то так ну ка давайте призовем машинку вот это вот и уже поедем дальше наверное немножечко проедем потому что я вас сегодня замучил этими тэнс тестами но вот все начинается блин вот серьезно начинается так здесь сохраняемся и вот я не помню здесь были блоки или не были так да конечно мы можем поставить двигатель но я не буду я поставлю уже в самом конце так а здесь у нас чем-то есть так давайте я все-таки призову вот ту машинку мне она больше нравилась она более как со спойлерами по крайней мере такое чувство было что она намного намного стабильней вот ощущение такое не скажу что он прям явная какое-то знаете ну как бы как бы сказать явная разница да но вот ощущение вот стабильности здесь побольше а тут сбоку интересно чем-то есть так и есть подобрали я так наверх могу спокойно заехать наверное вообще как нефиг делать а сюда интерес смогу я даже не знаю чё там ну метод развалился просто развалился ну-ка давай чинись есть ну-ка вот это круто ребят вот это круто конечно вот эти спойлеры они же должны вроде бы от тяги притягивать да то есть ну как сказать от прижимной силы воздуха да то есть сопротивление воздуху типа там ну я не знаю как это аэродинамика наверное части работать я не знаю как я может неправильно выражаясь но вроде бы так оно должно функционировать здесь же похоже вот априори он вот априори сразу вот ты установил и он все он работает типа такого по крайней мере ощущение такое вот потому что он прижимать же должен со скоростью а не всегда а так ощущение что он прижимает всегда вот такое вот ощущение я просто мышку руку с мышки убрал и поэтому подобрать не сможем так что у нас дальше то смотрите какой-то то ли корабль развитие то ли еще что-то но я не знаю что это такое лучше какая-то часть самолета что ли здесь турбины какие-то валяются да то есть ну явно сопла какие-то так у нас что-то здесь а я знаю что это такое это плита 3 на 4 защитная типа и и и и вот фронт гриль это типа передней решеткой я так понимаю не знаю для чего она ребят если кто-то знает для чего вот эта решетка напишите если у нее функционал потому что здесь к сожалению вот смотрите мы останавливаемся пытаемся посмотреть какой-то блок очень много описания да очень много смысла очень прям вот понятно вообще человек такое для чего оно нужно ну и вот это немножко печально так так а вот тут учу а здесь по-моему как раз таки в этот обручек я съезжаю да 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 поперли нравится снитра кататься я знаю точно что вот здесь есть здесь есть блоки это я точно знаю кстати ну ладно так подбираем их тут мало но все таки так как нам просто каждый блок на счету да то есть что вот даже вот сейчас еще один блок и я смогу поставить реактивные действия вот мне интересно я смогу ли сюда заехать а ну-ка круто то есть я так понимаю все таки здесь можно по всем скуп оп 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 отличное место по моему да ну ка ты ты не будешь не катиться можешь ты не катиться вот мне не нравится что он катится постоянно потому что так же можно просто упасть так честно скрины здесь по делу хорошее место было так ай чёрт так стоп погнали дальше так и вот давайте съездим здесь вот есть закоулок такой вот неинтересно там есть ли что-нибудь на поиски на блоков вот здесь вот видите куда-то дорога нас посылает все дальше и дальше так стоп а мам так вниз давайте еще скатимся мне интересно что тут оп отлично и не суда ли пытался заехать так ладненько чё-то чё-то непонятно куда я вообще еду так тут вообще есть ли секреты какие-нибудь она все там тупик как видите да то есть ой 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 такой спеределанный немножко машинкой да с пришлось опять прыгать погнали вот туда вот дальше но это явно какой-то то ли космический корабль то ли еще что-то то есть может быть какой-то самолет я не знаю но он огромный да да очень огромный и да ребятки здесь у нас уже начинается аэродинамика аэродинамическая труба как видите ветер идет сопротивление ветру попробуем сейчас на скорости пройти вот видите 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 сопротивление пошло но он он нормально нормально вообще на раз-два просто на раз-два и вот здесь дальше уже ребятки видите и новые блоки нам дают это типа и аэродинамика да аэродинамика но это уже скорее всего будет следующей серии аэродинамикой мы будем заниматься следующей серии у меня есть даже заготовочки небольшие но это уже как бы не для серии а уже отдельные как бы в отдельном моменте то есть если сейчас здесь вот вы рвануть на скорости да хватает мощности но очень 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 видите медленно поэтому все таки я сделаю черт меня просто несет смотрите сделаю следующей серии уже разбираемся с аэродинамикой и будем проходить дальше пишите свои комментарии подсказывайте если я что-то неправильно сделал или в чем-то неправильно высказался объясните мне как правильно буду вам очень благодарен очень рад адекватным комментариям и адекватные критики а не просто фу лох он не знает элементарные вещи или что-то типа такого но это уже сами понимаете это не даже не критика это просто долбоебство так что спасибо вам огромное за ваш лайк конечно же за подписочку и за то что вы смотрели это видео до конца всем всего удачи и пока